Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. И сосредоточимся на московском локомотиве, вокруг которого очень много разных сообщений. Ну, понятное дело, пришел новый тренер, как говорится, новая метла по-новому работает, поэтому сейчас будет обновляться состав, будут появляться новые игроки. Ну и как тут не вспомнить обещание, которое дало нам руководство локомотива, что, дескать, Николич, новый наставник, пришел, чтобы омолодить команду, чтобы больше молодых футболистов из России и из-за рубежа выступали за красно-зеленых. Ну что ж, поживем, увидим. Или, как у нас в России говорят, будем посмотреть. Ну и хотелось бы отметить, что последнее время как-то не сходятся вот эти слова руководства и трансферные слухи, которые ходят вокруг локомотива. В основном иностранные и российские СМИ отправляют в стан железнодорожников достаточно опытных игроков, вроде Баделя, Йоветича и других. То есть как-то здесь непонятно, будет ли локомотив действительно делать ставку на молодых игроков. Но хотелось бы отметить, что изредка все-таки появляются и другие сообщения. Вот, например, недавно узбекистанские и российские СМИ сообщили о том, что Жасур Жалалиддинов, футболист молодежной сборной Узбекистана, который недавно дебютировал и в старшей национальной сборной, что он может перейти в состав красно-зеленых. Вот это уже больше похоже на политику омоложения, потому что пареньку 18 лет, он действительно очень перспективный и, возможно, в будущем станет настоящей суперзвездой. Давайте разберемся, насколько он хорош, чем он хорош и сможет ли он усилить локомотив. Друзья, хочу посоветовать телеграм-канал FloraBet, где мы публикуем прогнозы профессиональных каперов, в качестве которых мы убедились лично. Вы сможете зарабатывать на их прогнозах так же просто, как и мы. Для этого вам нужно просто пройти на телеграм-канал по ссылке в описании и начать зарабатывать вместе с нами. Итак, что же это за футболист Жалалиддинов? Во-первых, нужно отметить, что в своей стране, в Узбекистане, он является, возможно, главным молодым дарованием. Ему всего 18 лет, но он уже имеет за спиной полноценный сезон на взрослом уровне, за славную команду Бунеткор, ту самую, помните, за которую еще легенда мирового футбола в свое время выступали, Ревалду и все остальные. Так вот, здесь он отработал целый сезон, начал очередной, но дальше, увы, коронавирусная пауза. В общем, несмотря на свою молодость, у него уже есть определенный опыт выступления на взрослом уровне. При этом, обратите внимание, он уже успел провести матч за сборной Узбекистана, Узбекистана, товарищевскую встречу против Беларуси, поэтому здесь мы видим, что он уже скакнул выше некуда, уже играет за старшую национальную команду, что, конечно, фантастический показатель для его молодого возраста. Ну и, кстати, он всегда шел, так скажем, с опережением графика. Он, будучи совсем еще юным футболистом, был капитаном сборной Узбекистана от 19 лет и моложе, то есть играл с теми, кто на два, то и больше года старше, и при этом был среди них настоящим вожаком и лидером, настоящим штурманом, который вел за собой коллектив. Это тоже, знаете ли, серьезный показатель, когда совсем еще юный паренек вот таких вот успехов добивается, можно сказать, в старших классах, если провести аналогии с обычными школьными годами. В общем, очень-очень интересный футболист. И хотелось бы отметить, что в свое время авторитетное зарубежное издание Guardian включило его в список самых перспективных игроков 2002 года рождения. То есть поставили его в один ряд с такими звездами, уже готовыми, как Камовинго, с такими суперталантами, как Фати, и прочими игроками, которые сейчас, ну, продаются или покупаются за десятки миллионов евро. Поэтому здесь мы видим, что он действительно невероятно талантлив и считается одним из лучших футболистов своего поколения не только в Узбекистане, но и во всем мире. В чем его качество? Ну, во-первых, обратите внимание на впечатляющую статистику для его возраста. Если брать в целом, то он в 28 матчах отметился тремя мячами и тремя голевыми передачами. При этом обратите внимание, что он далеко не все матчи проводил полностью, зачастую выходил со скамейки, или наоборот, его заменяли по ходу встречи. Так вот, если посмотреть на его среднюю эффективность, то он примерно каждые три матча должен забивать гол или отдавать голевую передачу, если будет играть стабильно. То есть на результативное действие у него уходит около 300 минут, чуть меньше. Это, разумеется, статистика, которая не гарантирует ему стабильной результативности в другом чемпионате. Здесь нужно делать скидку на то, что узбекский футбол все-таки несколько уступает российскому, прям скажем. Поэтому, если он перейдет в локомотив, конечно, ему предстоит адаптироваться к совершенно другому уровню соперников. Но хотелось бы напомнить, что тот же самый Эльдор Шамуродов в свое время в Узбекистане был просто хорошим футболистом, который смог существенно прибавить именно в России. Именно у нас, в нашем чемпионате, он стал забивать столько мячей. Поэтому переезд в более серьезную лигу, в более сложную, он по-разному влияет на футболистов. И зачастую, напротив, ведет к увеличению с результативности статистики и так далее. Поэтому поживем-увидим. В целом, пока что отметим, что Жалалединов для своего возраста показывает отличные цифры. И нужно признать, что игрок действительно очень перспективен. Из его качеств отмечают технику, отличный удар практически с любой дистанции, скорость, высочайший футбольный интеллект. Он не по годам умен для своих 18 лет. Ну и, среди прочего, разумеется, нужно отметить его универсальность. Он способен действовать и на левом фланге, и на правом, и под нападением. И в этом плане, как мне кажется, он может подойти локомотиву. Потому что в последнее время красно-зеленые любят и ценят именно таких футболистов вариативных, которые способны играть и на фланге, и в центральной зоне атаки, и под нападением, и так далее, и тому подобное. Посмотрите на того же самого Алексея Миранчука и его брата Антона. Посмотрите на Жоу Майо, который, казалось бы, приходил как футболистка и центральной оси, а в локомотиве, по большей части, использовался в качестве крайнего хавбека со смещениями в центр. Поэтому здесь Жоу Лединов может неплохо подойти к стилистике игры локомотива. Тем более, что если брать его коллектив Бунеткор, то он там, по большей части, выступал под руководством Абрамова, нынешнего наставника сборной Узбекистана. И этот вот наставник Абрамов, он проповедует достаточно атакующий и наступательный стиль. При нем, кстати, и сборная Узбекистана существенно поменялась. Когда там был Эктор Купер, легендарный аргентинец, игра была достаточно осторожная и прагматичная. А сейчас при Абрамове сборная действует в более наступательной манере. Поэтому, в принципе, сам по себе Жоу Лединов повык к достаточно атакующему футболу с большим процентом контроля, со смелым действием вперед. И, теоретически, он может неплохо подойти к футболу Николича, которого многие называют сербским Морицо Сари, то есть сторонником, опять же, атакующего футбола, контроля мяча и так далее, тому подобное. Ну, а учитывая технику Жоу Лединова, его умение отдать обострящую передачу и вообще его игровой интеллект, он может неплохо подойти, к комбинационной манере игры, которую может прививать локомотиву тот самый Марко Николич. В общем и целом, получается интересная ситуация. К тому же, хотелось бы отметить, что схема, по которой и играл в последнее время Бунюткор, она, в принципе, во многом идентична тем реостановкам, которые использовал Николич в своих коллективах. И той реостановке, которая зачастую использовалась локомотивом при Семине. Поэтому тактическая совместимость должна быть достаточно высокой. Ну и среди прочего, хотелось бы отметить, что узбеки, как и прочие граждане постсоветских республик, им, конечно, несколько проще адаптироваться к России, к нашим реалиям, к нашему футболу, чем, условно говоря, бразильцам, аргентинцам и так далее. Поэтому здесь проблем с адаптацией должно быть меньше. Тем более, что, если что же, Лалединову может что-нибудь интересное подсказать его земляк Денисов, который в свое время играл за локомотив, также футболист, теперь уже бывший сборной Узбекистана. В общем, здесь мы видим серьезные плюсы. Но есть, конечно, и минусы. Очевидные – это молодость, которой свойственна нестабильность. Непонятно, сможет ли этот парень раскрыться. Серьезный вопрос заключается и в том, что будет с лимитом на легионеров. В следующем сезоне будут расширения определенные, насколько я понял. Киргизы перестанут быть легионерами армянские футболисты. Но возникает ключевой момент. Сборная Узбекистана и узбекские игроки будут все равно считаться зарубежными исполнителями в нашем чемпионате. Таковы правила, потому что Узбекистан не входит в Евразес или какие-то там еще организации. Поэтому у них несколько иные особенности. И они будут считаться легионерами, в отличие от казахов или киргизов. И в данном случае Локомотив, у которого и так много легионеров, может получить иностранного футболиста. Который при этом не будет готовой суперзвездой, а будет лишь вариантом на будущее, на развитие. Поэтому не исключено, что Лока попытается сразу отдать его в аренду для адаптации к нашему чемпионату и постепенного вхождения в российский футбол. И тут еще неизвестно, как на это отреагирует Жалерединов. Потому что паренек может приехать, а его сразу отправят в другой коллектив. Это, знаете ли, психологический такой удар, может быть, определенный для футболиста. Ну и также, конечно, нужно отметить, что он привык в Бунеткоре к совершенно иному уровню конкуренции. Что он все-таки худо-бедно, но получает игровые минуты. Пускай и не всегда проводит целиком встречи, но более-менее активно наигрывается. А вот в Локомотиве, если там останутся Миранчуки, если там будет тот же самый Жамалединов. Кстати, интересная связка. Жалединов-Жамалединов. Это будет круто. Плюс там Тугоев, Рыбчинский, другая молодежь. Плюс Криховек. Там конкуренция очень мощная. Поэтому здесь, конечно же, будет нелегко этому молодому узбеку пробиться в основу. Но в конце концов, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Последнее время узбекские футболисты, на примере Эльдора Шамуродова или Урунова из Уфы, достаточно неплохо себя проявляют в нашей лиге. Посмотрим, сложится ли удачно все для Жалединова. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok